Подарили фотоаппарат цифровой с какими-то настроечками Я этих бедных людей там таскала по заброшкам В английском языке есть такая фраза Spray and pray Вообще там распыляй и молись Тут включается фотоаппаратик Ты можешь потрогать еще Все, что у тебя было до этого в голове Я могу делать только это Тут я что-то, ну как мне казалось, на коленке там поснимала Я такая, в смысле, я режиссер? Под Новый год их еще можно присыпать блесточками И вообще просто огонь Первый свой музыкальный клип выиграла спустя 58 тритментов Сейчас самое время поплакать Всем привет Спасибо большое, что пришли Меня зовут Наиля Я куратор курса коммерческой фотографии в школе фотоплей Основатель фотоагентства Эйт И сегодня у нас суперинтересная встреча Я очень рада, что я ее веду С Аней Радченко Фотограф, режиссер, основатель невероятно интересного Образовательного курса для творческой единицы Который хочет стать полноценной творческой единицей Давай, пожалуйста, расскажи, как твой путь начинался С чего? С чего? Как это было? Спасибо большое за такое вступление Ребят, всем добрый вечер Я счастлива видеть такое количество людей Мне тут сказали, что, оказывается, за один день уже все регистрации закончились Это, конечно, безумно приятно Как я начинала? Ну, может быть, как и многие, кто увлекался фотографией Там, Н лет назад Маме подарили фотоаппарат А она почему-то не хотела учиться им пользоваться Он был какой-то там цифровой С какими-то настроечками А я подумала, ну ладно Интересно же, надо попробовать Вот, и я просто начала Щелкать, так скажем А вот, а потом ЖЖ, сообщество, ищу модель Фотопрогулки Обшарпанные подъезды Какие-то вот прекрасные люди Которые находились в этом сообществе Почему-то мне часто не нравились их лица Поэтому часто лиц было не видно Прикрывала, да? Тщательно Как могла, как могла, прикрывала Но что-то из этого получалось Вот, какая-то такая история Ну, а дальше, в общем, пришла идея Что надо было чем-то зарабатывать И как-то вокруг меня все снимали свадьбы Я не знаю, у вас так же было, ребят? Кто снимал свадьбы когда-нибудь в жизни? Смелее Мы посмотрим друг другу в глаза В общем, я тоже этим начала как-то заниматься И, ну, честно говоря, я не могу сказать Что я получала вот этого большое удовольствие Но почему-то, знаешь, это был такой момент Когда ты не знаешь, что еще делать То есть как-то не было никакого другого контекста Вокруг меня И я сейчас понимаю, что я начала заниматься Каким-то совершенно неуместным самовыражением Вот именно в этом жанре То есть я этих бедных людей там таскала По заброшкам По каким-то, не знаю, грязным стрелым локациям Ты делала творческие проекты свои? Да Я пыталась Привлекая, штихай невесту Ничего другого мне в голову на этот момент не приходило Потому что все вокруг как-то этим занимались Вот Это такое вот начало А долго это длилось вообще? Слушай, это длилось прилично То есть это длилось несколько лет То есть получается, что я в 2012-м переехала в Лондон А до этого вот года 4 я занималась всем вот этим Как у тебя пришла идея переехать в Лондон? Как ты решилась? Это же целый поступок Это не так просто Да, слушай, ну, я просто поняла, что на тот момент не было вот британки Да, то есть еще ничего вот этого всего не открылось, этой красоты И я начала искать, а что вообще в мире происходит Наверное, где-то на этой планете люди занимаются тем, что мне так нравится И я просто не знаю, как это делается Я подумала, ну, наверное, в каких-то мировых столицах люди должны знать, да, что происходит И дальше какие-то очень простые выборы Кроме английского, я никого иностранного языка не знала В Америку, как-то мне казалось, что далеко лететь Вот, а тут Лондон вроде недалеко Вот, ну и там было очень такое заведение, которое мне приглянулось University of the Arts London И что в этом заведении было удобно, что у них были представительства там в Москве, в Питере Вот я из Москвы И у них до сих пор, наверное, есть представительства здесь Это значит, что тебе не нужно лететь в Лондон, чтобы проходить собеседование А ты можешь на месте здесь в Москве пройти его и уже тогда То есть ты приходишь здесь в офис, приносишь портфолио И у них там два, ну, на тот момент два раза в год прилетают кураторы Которые уполномочены принимать на самые разные курсы Таким вот образом поступила Сначала поступила на программу, которая называлась Foundation А я не знала, что это такое То есть меня на собеседовании спросили, вы где-нибудь обучались фотографии? Я говорю, нет, нигде не обучался Они говорят, ну вот, вам подойдет курс Foundation Потому что, как я подумала, это, наверное, основы, базовый какой-то курс И мне как раз хотелось какой-то техники поднабраться А оказалось, что в британской системе образования Это такой год между школой и университетом Когда люди определяются, что им вообще со своей жизнью делать И для меня это было странно Потому что я приезжаю, у меня, конечно же Может быть, не какое-то было супер-мега-топовое портфолио Но что-то я уже умела А там были школьники, там, 16 лет Которые вообще не знают, что они хотят делать И когда начали на первом занятии рассказывать Что вот тут включается фотоаппаратик А это выдержка, это диафрагма Я такая сижу там, думаю, так, ладно Где уже тут двери ВОК открываются Или еще куда-нибудь И я была в полном шоке Довольно быстро договорилась со своим куратором Что я не буду ходить на занятия Но буду с ней лично общаться, показывать свои проекты Ну и, в принципе, я просто там нон-стоп Там что-то снимала Везде ездила, там, по всей стране Не знаю, знакомилась с кем могла И просто ей приносила свои работы Это были какие-то творческие твои проекты Или свадьбы? Свадьбами я продолжала зарабатывать деньги Потому что я снимала там комнату В мигрантском районе В местном Гарли, если можно так выразиться И, ну, нужны были деньги Поэтому я продолжала фигачить свадьбы А можешь чуть подробнее рассказать? Потому что вот мне дико интересно Вот ты собралась, уехала в Лондон Вот какие-то более пошаговые инструкции Приехала ты в Лондон, пошла в школу Выходишь из метро Во-первых, смотришь сначала направо, потом налево Это самое сложное Ну, я имею в виду, как вот ты нашла клиентов, чтобы зарабатывать? Как ты начала знакомиться, искать какую-то там свою тусовку, команду Снимать творческие проекты? Как это все сделать? Потому что самое страшное, мне кажется, для тех, кто думает уехать учиться за границу А как там все это будет работать? Как я там никого не знаю и буду что-то искать? Это, ну, это большое дело Ну, на самом деле, тут работает, во-первых, такая штука, как новичкам везет То есть, когда ты уже где-то давно живешь, ты много кого знаешь Тебе есть большое дело, кто тебе что подумает Ну, у меня, по крайней мере, так было И ты стесняешься, как ты кому-то напишешь или позвонишь Или постучишь в дверь, они же что-то не о тебе подумают Когда ты приезжаешь в совершенно новое место, где тебя никто не знает У тебя какое-то включается ощущение, что, вау, тебе вообще нечего терять У тебя нет никаких представлений, кто о тебе что подумает И тебе, ну, мне было, по крайней мере, намного легче стучаться во все абсолютно двери То есть, меня это очень сильно прокачало в плане вот какого-то стеснения Потому что мне вообще пофиг, кто обо мне что подумает А оказалось, что это работает просто прекрасно То есть, во-первых, я посылала там кучу писем То есть, я хотела с кем знакомиться В плане, во-первых, работы мне нужны были клиенты В этом смысле очень круто говорить по-русски Потому что русскоязычная диаспора, она на самом деле очень много, много где И так как я уже в Москве снимала свадьбы Я была знакома с очень крутыми свадебными организаторами Которые обслуживали очень богатых клиентов Многие из которых жили в Лондоне По крайней мере, часть года И вот я попросила просто меня еще разочек там освежить знакомство Или там представить кому-то, кто там живет И, в общем, я неплохо зарабатывала, снимая жен всяких очень богатых людей С очень небольшим количеством одежды Подарок мужу? Да, подарок. Подарки мужу за пару тысяч фунтов Два часа съемки было на ура В общем, как-то у меня шли Под Новый год их еще можно присыпать блесточками И вообще просто огонь Вот, то, что, в принципе, мне кажется, каждый там учившийся фотографировать Не знаю, в России умеет делать просто за три секунды И запросто это все Очень было даже неплохо И свадьбы просто на форумах на местных Там, где объявления Там, ищу фотографа Ну, и они там, знаешь, типа У меня есть пятьсот фунтов То есть это очень мало там для Лондона А мне казалось, что О, боже, пятьсот фунтов О май гад Это же я могу за комнату заплатить там аж за две недели Вот И, в общем, я бралась просто за все И, ну, зарабатывала, чем умела Но параллельно я знакомилась там с фэшн-дизайнерами С разными интересными ребятами Которые мне уже лично были интересны Просто рассылая кучу писем И это, кстати, вот одно из упражнений Которое, по-моему, флагманское упражнение У меня теперь на курсах Потому что оно fucking работает Я вот, я хотела лучше на этом остановиться Потому что для меня это важный вопрос У меня есть даже лекция здесь Именно про то, как фотографу себя презентовать Как писать письма Пожалуйста, расскажи об этом О своем опыте Как корректно писать письмо Ну, во-первых, знаешь, мне кажется, что в письмах То есть, мне кажется, с одной стороны, это безумно просто А с другой стороны, наверное, если бы это действительно было безумно просто Все бы написали нормальные письма Но так не получается Во-первых, людям в современном мире некогда читать И они не любят этим заниматься То есть, это должно быть очень коротко Это должно быть персонализировано То есть, ты должен знать, к кому ты обращаешься И при этом что-то узнать еще об этом человеке или об этой компании И где-то это вернуть, на мой взгляд, вернуть в письме Что ты, допустим, там, не знаю, видела последнюю коллекцию И вот там это платье тебе особенно впечатлило Но это буквально одно предложение Просто чтобы дать понять, что ты реально ознакомилась с тем, чем человек занимается Обязательно, ну, просто сказать, кто ты Чем ты занимаешься Обязательно ссылка на портфолио И что ты хочешь, собственно, от человека Притом, на мой взгляд, желательно писать с чем-то максимально конкретным Потому что, ну, я вот по себе просто знаю, что я никогда не отвечаю практически Там на письма Привет, ты классная, я классная, давай поработаем Типа, ну, окей, а над чем? Над чем поработаем? То есть, ты конкретно предлагала какую-то идею для съемки? Да, то есть, я всегда предлагала что-то конкретное Притом, на мой взгляд, еще желательно уже просто придумать себе дату То есть, понятно, что только от тебя эта дата зависит Но, по крайней мере, человек либо свободен, либо нет Он либо может дать тебе вещи, либо нет И ты говоришь, я снимаю там вот на такой-то неделе Там или в такой-то день Ну, какой ты даешь человеку прям данные Где ты хочешь это снимать, там, в каком месте Что тебе для этого нужно Там, ну, в случае с дизайнером Вот я знакомилась там, что я готова оплатить пересылку Там, допустим, ну, прям максимально все-все детали В идеале мудборд, конечно, тоже Ну, потому что все равно вас все это потом спросят Как человек может принять решение, если он не видит, что ты собираешься делать Но если, конечно, надо понимать, да, что когда у тебя уже имя известное Там в индустрии, у тебя охрененное портфолио Да, ты можешь, ну, как бы тоже интересным людям просто писать Привет, давай-ка уже, давай наконец, да, давай поработаем То есть, это, в принципе, возможно, но надо просто честно себе ответить на вопрос Вы как бы одного уровня там с этим человеком Что действительно вам просто интересно встретиться на чай И поговорить, что вы вместе можете придумать Или вряд ли, и тогда нужно максимально конкретно И производить впечатление очень подготовленного, надежного человека Потому что давая все эти детали, будучи максимально конкретным Ты вызываешь у человека доверие И ему не страшно, там, тебе, я не знаю, отправить свои дорогие платья Или просто, там, тебе довериться В идеале еще, если это для публикации Но это уже мой был следующий уровень, когда я вообще поняла, как попадать в журналы Вот, когда ты уже предлагаешь для конкретного журнала, там, делать съемку И тогда всем еще интереснее А как ты нарабатывала ту портфолио, которую ты отправляла этим людям? Ну, когда я только переехала, я отправляла вот примерно вот это все То есть какие-то свои первые работы Потому что, ну, у меня ничего не было Свадьбы я не хотела отправлять Но, в принципе, вот с такого рода картинками я нашла, там, первых, там, дизайнеров Каких-то неформальных, которые мне были интересны Начала потихонечку снимать А потом я уже параллельно училась И у нас были задания И я, собственно, там, с помощью этих заданий как-то пробовала разные штуки Вот, например, однажды мы сделали просто, там, с друзьями съемку с такими бумажными лошадками Вот, и просто я их выложила в социальные сети И со мной связался журнал «Колицьони» на тот момент такой был в России И вот я тогда сделала, там, первую вообще в своей жизни фэшн Именно полноценную историю, там, с командой, со всеми делами И, там, с теми же самыми лошадками И для меня это был такой шок, что, о, вау Оказывается, можно в то, что я раньше делала, добавлять суперпрофессионалов Которые еще на другой уровень это все, так скажем, поднимают А можем немножко остановиться на обучении в Лондоне? Да Как это все у тебя там происходило? Но после того, как прошел вот фаундейшн И что было дальше? Дальше я поступила в магистратуру Потому что я, в общем, конечно, довольно было тупо, что я заранее во всем этом не разобралась Но, с другой стороны, наверное, как-то иначе бы вообще сложилась моя жизнь И, как бы, оказалось, что я могла бы сразу поступать в магистратуру Потому что у меня уже было высшее образование здесь, в России И не важно, по какой оно специальности Потому что я закончила финансовую академию И, оказывается, это неважно Ты по портфолио все равно можешь сразу поступать в магистратуру Ну и дальше тут важно понимать, что это все равно система высшего образования То есть это академия Это означает, что ты не просто там делаешь какие-то проекты Ты делаешь исследования То есть тебя учат, как делать ресерч Как делать исследования Ты пишешь диссертацию Ну то есть это научная работа в каком-то смысле Тебе не казалось это лишним? Ну ты же вроде учишься на фотографии Зачем тебе делать исследования? К чему все это? Ты знаешь, это просто перевернуло абсолютно мое мышление И это очень даже к чему Потому что без этого, мне кажется Ну я, по крайней мере, да Я делала очень такие работы, ну на поверхности, что ли Которые были очень в лоб И я не пыталась даже там ими ничего сказать Так скажем Там нас действительно научили, как делать вот эти остановки На своем творческом пути Когда ты реально углубляешься, погружаешься И не просто наобум там что-то делаешь А тебе нужно объяснить, почему ты это делаешь А то есть историю снять просто красиво? Ну на самом деле это просто еще разные школы То есть вот эта европейская такая, британская школа Она очень заточена на то, что да Ты должен что-то этим всем говорить Это должно быть как-то глубоко В чем твоя идея и так далее Но когда мы ездили по обмену, например, в Нью-Йорк В такую же магистратуру Там совершенно другая история И я была в шоке, когда То есть там сначала наши студенты делали презентации А потом американские И это, знаешь, у наших студентов В смысле британских Там вот я хотела сказать про глобальное потепление И вот поэтому моя модель в таком платье Ну там и так далее, и так далее Потом выходит чувак там из Нью-Йорка и говорит А это похоже на последний кампейн Луи Виттона И это красиво, поэтому вот так И мы такие, что? Типа так можно? И они, в общем, это абсолютно две разные школы И вот, кстати, ребята, если кто-то думает там вообще куда-то Если кто-то хочет куда-то там поехать, поучиться Тоже нужно понимать, что там в разных странах Свой подход И под разным углом люди смотрят на вещи однозначно Вот, но тебе явно близка европейская школа Мне очень Обучение строилось, ну, в принципе, попроектно То есть у тебя там раз в месяц, в два есть проект У него есть там тема И дальше, вот, например, тема этого проекта была The Everyday and the Epic То есть повседневная и эпичная Там или ты дальше как-то рассуждаешь на эту тему Ну, понятно, что у каждого свой стиль Каждый как хочет это все воплощает Ну, то есть я, с одной стороны, делала все время работы Под проекты в универе А с другой стороны просто там делала все, что мне оказалось Интересным, красивым и что меня лично как-то А скажи просто, у тебя в работах очень интересный Все время сет-дизайн, очень интересный стайлинг Как ты находила команду в Лондоне? Очень много из университета, действительно То есть там, конечно, что очень круто Что большинство проектов делается совместно С другими департаментами То есть есть департаменты фотографии, мейкапа, стайлинга И иногда у тебя прямо в твоем задании указано Что ты обязательно должен в команду привлекать людей Именно из университета Но это, мне кажется, очень круто Потому что ты прям со всеми знакомишься Понятно, что потом все эти люди тоже там растут Вместе с тобой, это очень круто Но также прекрасно работает Фейсбук Просто там, ну, кстати, в Москве и в больших городах, мне кажется, тоже все это работает И сейчас уже Инстаграм Просто очень много крупных всяких фейсбучных сообществ Где ты пишешь, что ты кого-то ищешь И через 10 минут у тебя там 20 ссылок на портфолио И ты выбираешь В общем, это вообще была на самом деле не проблема Но особенно, когда ты научаешься просто реально структурировать свое предложение Составлять мудборды И это вообще было на самом деле несложно И все настолько хотят что-то делать Это просто нереально То есть, я не знаю, нужно быть просто настолько социофобом И, не знаю, запереться там за 10 замками Чтобы сидеть и ничего не делать Потому что вокруг тебя просто как такой водоворот Постоянно куча всего происходит Тебе только надо туда погрузиться и окунуться чуть-чуть А скажи, как ты формировала свой стиль? Он у тебя особенный И чем ты вдохновлялась? Что ты изучала? На что ты ориентировалась? Я много чем-то вдохновлялась То есть, конечно, у меня есть, безусловно, работа, где нет вот этого 10-го дна и подтекста Но работа, которую я действительно люблю Вот, например, один из таких проектов, который называется «Зона комфорта» А я очень вдохновляюсь психологией и разными книжками там по философии Всякими такими вещами Потому что, ну, как-то меня это будоражит как человека И я, знаешь, когда читаю там такие книжки Я постоянно там с ручкой просто на полях кучу всего выписываю Мне это жутко интересно, как можно визуально выразить какие-то довольно сложные процессы Которые у тебя вот здесь вот, у каждого из нас, да, происходят где-то в душе И мне как раз это очень интересует, этот процесс, да Как ты можешь визуализировать, то есть в такой физический, визуальный мир выносить то, что раньше существовало только в словах Наверное, вот это такой был очень важный элемент И, соответственно, из этого вытек твой проект, который лично для меня очень важен И когда я его видела много лет назад про материнство, меня он очень сильно затронул Вот я бы хотела, чтобы ты про него побольше рассказала Почему ты решила его воплотить и что он для тебя вообще самой значит? Да, на самом деле это был такой, наверное, первый большой, что ли, проект, если можно так выразиться Потому что до этого, да, вот все эти, там, картинки, серии, они, ну, во-первых, они все-таки в жанре фэшн, да, сделаны То есть там надо поковыряться, да, чтобы найти какой-то такой подтекст Но в целом они были довольно-таки разрозненные, да, то есть ты делаешь там одну съемку И вот у тебя несколько картинок получается Это была такая первая история, когда я действительно работала как, ну, над проектом То есть это было несколько съемок, а как минимум продуманы заранее там раскадровки В общем, это была первая такая, первая серьезная работа Почему я решила это сделать? Просто на тот момент у меня самой были довольно сложные отношения с моей мамой И мы пошли к психотерапевту И этот прекрасный психотерапевт, он дал нам почитать книжку Которая так и называлась «Материнская любовь» Анатолия Некрасова И вот это была как раз первая книжка, которую я читала, вот как я сказала, с ручкой И просто каждую страницу там подчеркивая и выписывая Потому что, ну, мне кажется, когда тебя что-то беспокоит в душе А ты начинаешь замечать как бы во всем какие-то смыслы Какие-то истории тебе приходят в голову Ну, со мной так было, по крайней мере И я просто всю эту книжку исчеркала Потом думаю, ну что я просто там в книжке пишу Вот у меня же есть какой-то инструмент Я что-то умею делать визуальное И я начала все это выписывать Какие картинки из этого могли бы получиться И так начала потихонечку готовить На тот момент как раз там наше отношение с мамой уже немножко улучшилось благодаря всему этому И она очень помогала как какой-то продюсер Она договаривалась с актерами Там, в общем, заботилась о том, что все поели, вовремя приехали В общем, это было круто Ты снимала в России, да? Да, это я все снимала в России И это действительно был такой очень крутой опыт Потому что, конечно, там была куча там работ, которые сейчас мне абсолютно не нравятся Там многие из них абсолютно ужасно сняты Но до сих пор я просто поражаюсь, насколько они задевают действительно людей Для меня это было такое первое удивление и открытие Что когда ты делаешь что-то, что тебя реально задевает до глубины души И является очень искренним, очень настоящим для тебя Оно очень сильно цепляет и людей вокруг И это очень было интересно Я подумала, вау, так можно вот так, оказывается, тоже делать То есть это, знаешь, такое расширение палитры твоих инструментов Мне вообще кажется, что социальные проекты делать очень важно К сожалению, не очень многие готовы в это вкладываться Потому что это полностью вся твоя ответственность И только ты там все организовываешь и делаешь Но это, мне кажется, то, что остается в итоге в памяти на века Поэтому спасибо тебе большое за этот проект Ой, я очень рада На самом деле я много об этом даже думала и думаю И, ну, попозже, может, об этом поговорим Почему я в итоге перестала заниматься фэшн-фотографией Потому что, мне кажется, рано или поздно У многих стоит этот вопрос, а что я делаю То есть зачем я это делаю, что я оставляю после себя Окей, там, красивые картинки Я помогаю продавать еще больше фэшн-продуктов Которые уничтожают нашу планету И, ну, в общем, куча вопросов На которые сложно искать ответы Вот, но я для себя, по крайней мере, в какой-то момент нашла ответ в том Что вот такого рода проекты мне на самом деле ближе значительно То есть для меня это был такой круг в каком-то смысле Ну и, соответственно, это потом перетекло в более большой проект Меланхолик Рум, да? Да, то есть дальше вот этот проект Меланхолик Румс Это был мой магистрский проект Как раз финальный в магистратуре И что вот, ну, кстати, про обучение в Лондоне тоже, да Как ни странно, хотя это называлось магистратура по фэшн-фотографии Было вообще необязательно делать что-либо связанное с модой А необязательно было вообще делать фотографию То есть у нас многие, там, мои однокурсники делали видео Там, скульптура, то есть все что угодно И, по-моему, это офигенно То есть меня сначала это очень удивило А потом я поняла, какая в этом сила Что тебя вообще никто не ограничивает Что границ жанров никаких не существует Это было круто Я подумала, что и нас все время очень сильно мотивировали На то, что, ребят, когда вы учитесь Это ваш шанс делать кучу ошибок, пробовать То, что вы бы в другом контексте никогда не попробовали И меня это очень сильно вдохновило Я думаю, ну, когда я еще действительно возьму И попробую сделать какое-то высказывание На темы, которые меня действительно волнуют Которые меня действительно цепляют И я начала расширять эту тему материнской любви То есть тут есть тоже картинки, которые связаны с этой темой Но появились и другие темы В зависимости от социальных сетей От гаджетов, от технологий И что мне было интересно Мне на самом деле было интересно сделать из этого Целую инсталляцию И я с самого начала знала, что я хочу, чтобы это было в пространстве Почему это называется комнатой меланхолии Потому что я хотела, чтобы каждая физическая комната этого пространства Она была посвящена определенной теме Но я понимала, что на момент именно окончания магистратуры У меня не было такой возможности просто это все сделать И поэтому выставку я уже и саму инсталляцию Я сделала после того, как я уже выпустилась То есть сдавала я как проект только фотографии А потом уже была, собственно, выставка И мы строили все это физически И для меня это был просто невероятный экспириенс Когда ты заходишь в галерею и видишь Ну как бы ты можешь потрогать еще Все, что у тебя было до этого в голове И для меня было важно именно переводить эти идеи Уже не только в плоскость, не только в картинки Но и в инсталляции, в скульптуры И чтобы это действительно производило впечатление На максимальное количество сенсоров Чтобы можно было и потрогать, и послушать Там в каждой комнате был свой саундтрек И посмотреть В общем, для меня это было очень важно Именно погрузить людей в определенное состояние Чтобы они могли, знаешь, порефлексировать На какие-то темы, на которые обычно не принято задумываться И которые кажутся негативными В повседневной какой-то гонке У нас нет на это времени Какого-то внутреннего пространства Сейчас просто, мне кажется, еще нужно Такой немножко иммерсивности Чтобы люди действительно обратили внимание И прониклись И тут, конечно, мощное воздействие Да, то есть вот поэтому мне очень нравится термин Ильи Кабакова Именно тотальная инсталляция Когда тебя вынимают Из вот этой повседневности В которой мы все там За дверьми выставки ходим И ты оказываешься в этом совершенно новом пространстве Оставляешь там за дверью все, что с тобой было до этого И погружаешься Это действительно очень важно И вот сейчас мы с замечательным куратором Эльмирой Балатян Которая еще является куратором у меня в Академии Параллельно из музея Гараж Мы с ней как раз работаем над тем Чтобы эту выставку переработать Переосмыслить Именно уже в контексте современного искусства И может быть там через год Надеюсь ее заново показать в России Да, очень хочется прям сильно все это прокачать Вот, такая была история С этим проектом и с выставкой То есть ты из фотографа перешла в художника Да И дальше будет еще один переход Да, да, да То есть дальше будет вообще еще один переход Но как бы между этим То есть я очень много экспериментировала Я думала, что же на самом деле мое И вот, например, дальше я сделала серию Если вы заметили У меня до этого по каждой теме В каждой, так скажем, комнате Был такой элемент, как детская кроватка То есть это повторяющийся образ Который я решила дальше вынести отдельно И сделать такие более лаконичные работы И посвятить вот мне, ну, как бы серию Именно, именно этому И все это сделано в 3D, да То есть для меня вдруг После того, как я потратила просто все свои сбережения Со всех этих олигархических блестящих жен На вот эту выставку, которую я вам показала Я подумала, блин, а может быть это можно было как-то Ну, не знаю С одной стороны, это было очень круто, что я это сделала Но с другой стороны, я лежала где-то месяц на полу Просто рыдана Потому что я отдала столько энергии И, не знаю, денег там и всего Я думала, боже, что теперь делать Вот, и я подумала, а можно же, оказывается Ну, делать в 3D все это И находить людей там для коллаборации Кто умеет там делать круто все в диджитал Это дешевле значительно И я могу показывать, да, все эти идеи Они выглядят прекрасно, по-моему В плане качества И, в общем, я попробовала это Дальше это вообще тоже сильно повлияло На то, чем я занимаюсь сейчас Как я люблю именно графику и 3D И вот эту всю историю Потому что это офигенные возможности Тебе не нужно вообще ограничивать свою фантазию Потому что меня лично не очень интересует Ну, как бы документировать то, что есть Меня интересует именно такая визуализация Сюрреализм, метафоры визуальные Расскажи, как ты начала набирать известность уже в Лондоне Как у тебя начали появляться твои коммерческие заказы Не свадебно-олигархические Другого порядка Когда это произошло? Ну, на самом деле, я просто очень много делала И вот то, что я сейчас все время говорю своим студентам Что насколько важно быть видимым Потому что очень часто люди делают какие-то проекты Вроде там что-то стараются Но они как бы на этом заканчиваются их усилия И они не вкладываются дальше Чтобы это опубликовали, чтобы это выставили Прийти на 10 встреч в неделю Показать, что ты сделал новый проект Общаться с агентствами Тоже показывать свое портфолио Еще мне кажется, что многим кажется Что там история с агентствами Это так, что ты пришел Если с тобой согласились встретиться То сейчас они подпишут с тобой контракт И вы вместе там до гроба Но это не так Потом посыпятся деньги на тебя И проекты сразу же Да, это вообще не так И, ну, у меня уходило То есть я так это сейчас вкратце все рассказываю Понятно, что на каждое это осознание У меня уходило то, что много месяцев и лет Это нормальный процесс И, да, то есть что я делала дальше? Я знакомилась с дизайнерами То есть мои первые заказчики Это были фэшн-дизайнеры Из того же университета И из Сант-Мартинс Кто делал выпускные коллекции Ну, не только выпускные У них там тоже, у них есть проекты Они делают вещи Им нужно их тоже снимать Им нужно их публиковать Отправлять там на всякие фэшн-шоу И так далее Был такой стереотип, что это же студенты Откуда у них деньги? А потом я поняла, что, ну, окей Но есть же иностранные студенты Которые платят, во-первых, дофига за образование И я снимала очень много вот таких выпускных коллекций Просто, знаешь, там я бронировала студию на день И у меня было, например, три дизайнера в день То есть я снимала три коллекции в день Просто как лукбуки И это были мои первые вот такие уже не олигархические Не олигархические клиенты Платили они все равно меньше, к сожалению, чем олигархические Но я понимала, что дальше, если я буду эту тему развивать Там, конечно, будут и другие деньги, и другой уровень И вот я снимала такие кампейны дальше для уже То есть это уже такие там были дизайнеры Это уже не студенты, но тоже у них там бренд существовал там два-три года То есть это были тоже довольно начинающие бренды Но им как раз нравился какой-то там не совсем стандартный подход Понятно, что все равно ты ищешь людей С которыми у тебя происходит, да, какой-то отклик Именно их стиль, то, что они делают И твой визуальный стиль, это должно как-то подружиться Ну иначе, наверное, нет смысла Я участвовала в отраслевых выставках То есть, по-моему, в России вот только сейчас, по-моему, B&O Начинают что-то такое делать И у них вот выставлялись дизайнеры Но, по-моему, их было просто там, ну, пара десятков, наверное, да, не очень много Бывают всемирные огромные там фэшн-шоу Где у тебя пространство Типа там Crocus City, да, или какого-то вот именно выставочного пространства И там сотни этих брендов, да То есть у каждого есть свой стенд И они выставляют там свои коллекции Туда приходят байеры Там, в общем, это такой и нетворкинг И знакомство с магазинами И я там брала стенд И выставлялась как фотограф Ну, то есть мне казалось, окей, что мне нужно делать Мне нужно быть там, где мои потенциальные клиенты Вот На самом деле это была не то, что была очень успешная история Но я отбивала там расходы И делала тоже какие-то после этого съемки Вот там, например, тоже с этими ребятами Бренд сумок Я с ними познакомилась там просто на этой выставке, например Ну и вот таким вот образом я как-то постепенно там делала, делала, делала Тоже откликалась на все объявления Дальше я там, я отсылала брошюры Там я печатала там свое портфолио с предложениями Там лукбуки, кампейны Там все такое, цены Да, я рассылала физически по почте брошюры Рассылала открытки В общем, делала Потом уже таргетированную рекламу начала делать уже в Фейсбуке Уже был у меня инстаграм Вот, и в какой-то момент я прошла курс по инстаграм как раз У одной очень классной американской тетечки Хилари Решфорд, по-моему, ее зовут И это просто в очередной раз перевернуло мой мозг Что, о боже, можно же осознанно к этому подходить И вот мне очень понравился ее подход Что ты делаешь из своего инстаграм Как бы платформу для своих потенциальных клиентов То есть ты говоришь на темы, которые им интересны Ну и тебе тоже, конечно Но тем не менее И я как-то начала потихонечку-потихонечку все это делать Поняла, как вообще там продвигаться Как там наращивать аудиторию Начала все это делать на английском языке, соответственно И у меня пошли клиенты еще из инстаграм Вот, в общем, как-то так продолжала публиковаться, конечно же Ну то есть это, мне кажется, значит, такой У тебя как вот карты, да, как веер такой из разных карт И каждая карта это какой-то инструмент То есть я верю в то, что когда ты не знаешь точно, что тебе делать Ну а никто из нас точно не знает, что ему делать Потому что вы никогда не знаете, где у вас выстрелит, да Как говорит мой папа, нам нужно двигаться по площадке То есть вот как в теннисе тебе, чтобы отбить мячик Тебе, если ты встанешь и будешь стоять Ты никогда не отобьешь на большой скорости мячик Тебе нужно постоянно как бы двигаться И двигаться, в общем, по площадке Да, и то же самое здесь То есть нужно делать много всего разного И публиковаться, и социальные сети И нетворкинг физически И ходить на отраслевые все мероприятия В общем, все, что можно, мне кажется, делать И дальше ты потихонечку, вот шаг за шагом нащупываешь Следующие шаги Что-то отпадает, что-то не сработало И вот так вот ты образуешь свой такой веер Из карт И каждой картой тебе нужно постоянно заниматься Ну расскажи, как ты себя поддерживала Были же, наверное, удачи и неудачи Вот как у тебя хватало сил двигаться дальше Потому что, мне кажется, для творца это самое сложное Когда ты сталкиваешься с тем, что Не получается найти клиента Они не отвечают, что-то не срастается То есть на это нужны силы Как ты с этим справлялась? Слушайте, мне кажется, каждый из нас справляется с жизнью как может Потому что это не только с нами происходит У всех происходит всякая фигня Но единственное в творческой индустрии Мне кажется, действительно, это острее И как бы постоянно То есть, допустим, мне кажется, если ты работаешь где-то в офисе У тебя как бы цикл дольше, мне кажется, с какого-то спокойствия Ну в идеале Когда ты ищешь новую работу Ты все-таки не каждую неделю это делаешь И не каждый день А у нас такая история, что ты постоянно должен все это делать И ты каждый день получаешь отказы Ты каждый день сталкиваешься с какими-то сложностями И это может быть больно Что мне здесь кажется важным Не складывать все яйца в одну корзину Потому что если ты давишь только на что-то одно И если это не произойдет Если этот клиент не ответит То все, у тебя там закончатся деньги Не знаю, тебя выселят из квартиры Еще что-то Ну вот это прям совсем, мне кажется, сложно Но я всегда старалась как-то Чтобы у меня были разные какие-то источники дохода И то есть я очень быстро начала преподавать Просто я там год преподавала курсы для начинающих по фотографии Я учила людей каждую неделю Одно и то же Как включается фотоаппарат Что такое выдержка, что такое диафрагма Меня это жутко начало бесить в какой-то момент Но я это делала Потому что я понимала, что я не хочу Чтобы у меня был только один источник существования, например Разные проекты То, чтобы можно было как-то переключаться Поэтому, мне кажется, всегда должны быть свои творческие проекты Чтобы тебе было чем заняться, что ли Если даже что-то одно не выгорает, так скажем Ну а в целом какие-то очень человеческие вещи Как бы друзья Мне кажется, очень важно, чтобы у тебя было в жизни что-то теплое Чтобы из вот этого холода, отказов и каких-то сложностей Если тебе было куда прийти То есть отношения с людьми, какие-то любимые занятия Там чашка вкусного чая Мне кажется, это на самом деле очень важно И важно уметь заботиться о себе Это сто процентов Потому что если ты не умеешь позаботиться о себе То позаботиться о карьере О каких-то там дальше сложных вещах Это невозможно, да Однозначно Расскажи теперь тогда, как ты решила уйти в режиссера? Как это произошло? Что тебя там торкнуло? В какой-то момент я поняла, что я уже работаю на достаточно крупных проектах Да, вот с этим всем сет-дизайном И я в какой-то момент просто начала осознавать, что мне настолько плевать на технику То есть у меня были уже там Со мной работал Гаффер там на площадке У меня были осветители У меня всегда были ассистенты там технические То есть мне было вообще все равно там, как устроен свет Мне это было абсолютно неинтересно И какое-то время я этого стеснялась То есть мне казалось, ну я же фотограф Это же как раз я должна все это знать и уметь А потом я подумала Ну вообще-то мне это правда неинтересно Почему я должна стесняться? Это уже были довольно крупные проекты И в какой-то момент я вот все время училась Я пошла на курс Ника Найта Такой был мастер А сам курс, к сожалению, мне не очень понравился Но там было задание, которое, наверное, изменило действительно мою карьеру Мою жизнь в каком-то смысле Там было задание снять фэшн-фильм А я никогда в жизни с видео не работала И я думаю, ну задание, нужно же сделать задание Вот, и я его сделала И я так кайфанула Потому что вдруг Вот я сейчас до сих пор думаю Как же так, что мы просто не знаем очень многих вещей Я не знала Ну то есть я знала, что есть профессия режиссер Но мне это ни о чем не говорило И тут я поняла, что есть вот эта профессия Где тебе не нужно задуматься о том, как это сделать Но о технике, да У тебя есть оператор, который является твоими глазами У тебя есть полноценная команда Ты заботишься о наполнении кадра Там об идее, о том, чтобы ее донести И все Это то, что я люблю Это то, что я умею И я такая Вау Это что же я могу делать только это А все остальное делает кто-то другой В общем, я так кайфанула Что как-то продолжила это делать Вот могу показать небольшой шоу-рил Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ну то есть ему уже там чуть-чуть больше года То есть сейчас еще много чего произошло Но вот это были такие очень визуальные Там короткие метры И я просто очень это сильно полюбила И дальше было смешно То есть как в итоге я себя осознала там Именно как режиссер Я начала в тот период ходить по агентствам Как раз там с ними знакомиться Мне подумалось, ну все уже Как бы мне нужен агент Чтобы дальше на какой-то следующий уровень Как фотограф То есть я вообще не рассматривала режиссуру Как чем-то, чем я могу отдельно заниматься То есть мне очень понравилось Но я не знала, как это устроено У меня было в портфолио там три ролика Где-то на тот момент И я начала ходить по агентствам И вдруг произошла странная вещь То есть я показываю свои фотоработы Ну и как-то там идет разговор Мы обсуждаем Ну и какой-то возникает вопрос Тебе, ну может еще что-то у тебя есть Я говорю, ну вы знаете, еще вот видео Я как-то начала там заниматься Ну наверное это как-то несерьезно Ну могу показать Он говорит, да, покажи И я показываю свои работы Кейти Баркер Я такой, такая агент Потрясающая совершенно женщина Ей уже там за 70 Она там больше 25 лет там в индустрии Она смотрит мои видео Говорит, деточка, ты же режиссер И я такая, в смысле я режиссер? Она говорит, ну, говорит Я вот готова тебя подписать Как режиссера, как фотографа Не готова И я такая, вот В общем, я типа 10 лет тут последних Занимаюсь фотографией Тут я что-то, ну как мне казалось На коленке там поснимала И я такая, окей Ну в общем, я вообще не поняла Что произошло Я оттуда выхожу Дальше у меня еще там было несколько встреч И очень был похожий сценарий То есть я уже специально всем там показывала Многие говорили, что это круче Чем мое фото-портфолио И меня это поразило Я сначала не знала, что с этим делать Вот И потом Мне просто мой друг Эдгар Дубровский Оператор, с которым мы снимали Один разу роликов Он говорит Слушай, я тут познакомился С молодыми, крутыми чуваками Из продакшена Из видеопродакшена И они сейчас вроде бы набирают Новых тоже режиссеров Давай я тебя познакомлю Я сходила на несколько встреч Коуд-медиа называется С продакшен Который меня сейчас представляет И они меня подписали И вот Это было год назад История супер Поэтому, когда меня спрашивают Зачем делать Вот эти Я назвала Краслайд Нафига Зачем делать Вот эти проекты Которые иногда кажется Что Ну, кому они нужны Я сейчас еще вкладываю В них свои деньги Время Еще команду Ну, короче Куча геморроя Все знают Сколько это сил Зачем И я просто сейчас понимаю Что если бы я этого не делала Если бы я вот на какой-то Своей там энергии Страсти Попытки объединить Всех людей вокруг себя Не делала Вот это то, что мне было интересно То, чего я кайфовала Ну, меня бы никогда Зачем бы им было Меня подписывать Мне нечего было бы им показать А мне нечего Было бы выразить себя То есть никаких других инструментов нет Поэтому Единственный инструмент Это просто делать то, что тебе очень нравится Делать это максимально хорошо С каждым разом Все круче и круче И в это вкладываться И делаться видимым То есть обязательно Публиковаться И вот просто хочу показать Один из вот этой цепочек Как это Произошло Помимо того, что Да, нас представил Как раз мой друг Но еще Повлияло то, что Они увидели на Nowness Тогда В тот момент мой проект Еще я увидела там Ширли Мэнсон из Гарбач Я просто пока люблю Этот пример Который мне написал Что она хочет со мной поработать И как ей понравилось Это было очень приятно просто И дальше Просто Не знаю, здесь видно или нет Там среди тех Кто типа лайкнул эту публикацию На Nowness Там как раз есть Code Media И они уже видели И мои работы То есть тебе все равно Должно быть что-то Что положить на стол Переговоров Когда ты разговариваешь Да, с потенциальными агентами И дальше Это как раз Вот то, что приводит К действительно Уже большим заказам К крупным брендам Да, к большим деньгам Потому что Ну, напрямую Я не знаю, кстати Вот тебе виднее В России тоже Напрямую обычно Очень крупные бренды Не приходят больше Через агентство Конечно, да Никогда не придут напрямую Конечно, да Вот поэтому Как бы для этого Вам нужен агент В любом случае А чтобы попасть К хорошему агенту Вам нужно Себя проявлять И себя показывать Вот Такая история Ну, это про переход В режиссуру Ну, это еще переход Как бы В другой уровень уже Потому что Это принесло тебе Возможность Работать с большими брендами Да Расскажи, как это произошло И в каких-то еще направлениях Кроме съемок Рекламы Стало двигаться Ну, вообще Я думаю Что я могла бы прожить Какую-то параллельную жизнь Там, маркетолога Или там Какого-то агента Потому что я обожаю Маркетинг Я обожаю искать Постоянно возможности Там, как я еще могу Заработать На своем творчестве И вот одно из направлений Было Это продавать Собственно Работу Которую я до этого Вот я сказала Да, этим агентам Что я 10 лет тут страдала Значит, все это снимала Вот В итоге Я писала тоже В разные агентства Которые занимались Продажей работы В интерьер И вот сейчас Меня представляет Такое агентство Young Art Они именно Связывают Визуальных художников Но не с частными клиентами А там с отелями С ресторанами Да, с крупными Какими-то Брендами У которых есть Физические пространства Которые нужно оформлять Вот И поэтому То есть сейчас То, что я делаю Это я продаю Готовые работы Которые я уже делала Потому что сейчас Ну то есть там На самом деле У меня было предложение Сделать специально Там под них Но в тот момент Просто там не сложилось То есть они делают В принципе и так и так Но сейчас я продаю Только готовые Потому что Ну что круто Круто в этом Что это открытые тиражи То есть это не то Что там Знаешь Это закрытый тираж Там 10 работ и все То есть из-за того Что они открыты Это дешевле То есть им нужно Обставить там 200 номеров Например В одном отеле И поэтому Из-за того Что это открытый тираж Это дешевле Ну за картинку Но из-за того Что их много Там 200 номеров Скажем у тебя Все это так набегает И в общем Как-то это хорошо Пока что работает Они открывают Там новые Новые отели И насколько я понимаю У них там есть Вот несколько авторов С кем они Для каждого отеля Работают Просто в разных пропорциях Там и в коридорах И в номерах И в общем Это все очень Очень прикольно Как это работает Немножко расскажи То есть они у тебя Покупают Твой принт И он как бы За единицу Это оценивается Или каким образом Это все Да Вот тут как раз В смете Можно посмотреть Да Вот здесь Quantity Это количество И тут как раз Перечислено Да Например Название отеля И тут сказано Public areas Да То есть это Публичные пространства Это значит там Коридоры Или какие-то Еще Рестораны Например Hotel rooms Из номера отелей Например Вот тут слева Перечислены эти отели Вот где title Это просто там Номер работы То есть я им просто Отправляю файлы То есть у них есть Мои цифровые файлы Они у них лежат И дальше они мне говорят Там сколько там работы И какой там процент мне Да То есть как вы видите Тут небольшие деньги Да За один там Принт Да Допустим Там есть 15 евро За более Большой размер Там 350 Например Но из-за того Что вот мы тут Это умножаем Например Вот где-то на 126 Где-то на 170 От количества номеров Зависит Да То в итоге Вот допустим За один месяц Там получилось 7 тысяч С другой А как происходит С правами Ты отчуждаешь их? То есть конечно Чтобы так делать Нужно позаботиться О том Что у тебя Тебе принадлежат Все права Если ты это делал Для какого-то клиента Там до этого Нужно посмотреть Что у вас там было В контракте Потому что Если там написано Что ты навсегда Там отдал права То по идее Ты конечно Не имеешь права Это делать Но Тут у меня были Модул релиз нужен Наверное Конечно Да То есть подписывайте Обязательно Пожалуйста Релизы Да-да-да Это все очень важно А ты можешь этот принт Продавать еще куда-нибудь Если ты продавай его Редис Это не эксклюзив Не эксклюзив Прекрасно Очень удобно Вот Так что Я делала Все вот это И кстати Да Кому интересно Ребята Первые Это вот Те с кем я работаю Янгард Есть еще Разные Платформы Где Это как бы Не агентство Где ты можешь Прям сам загрузить Но это немножко Как стоки Да Но Есть такие Более эксклюзивные Так скажем Стоки Где это дороже Стоит И тоже есть Довольно прикольные Клиенты Если у вас Интересные работы Которые отличаются От того что там есть Я думаю что это интересно Вот Ну это я просто Там сделала пару слайдов Про то что Когда ты все это делаешь Когда ты действительно Станешься востребованным То все Все хотят с тобой работать И при этом Бесплатно Да То есть это еще Подбор команды Постоянный Уже тебе начинает писать Да Давай поработаем Давай поработаем Да Ну а дальше Что касается Именно там Работа с клиентами Ну то есть Что в этом Ну сложно Это вот то что ты упомянула Тебе кажется Что Сразу на тебя Посыпятся вот так Вот там деньги Клиенты Заказы Это не так И нужно понимать Что даже когда Как бы тебя берет на борт Какое-то хорошее агентство Даже очень хорошему агентству Нужно время И куча сил На самом деле И организационных ресурсов Чтобы про вас Рассказать в индустрии Чтобы вас продвинуть И дальше Чтобы кто-то первый Хотя бы Когда вас поверил И вам начали давать Более Ну такие мощные проекты Просто клиенты Они еще опасаются Работать с новичками Бывает им нужно Вот они с кем-то Сработались И как бы Вроде сейф А тут нужно Ну посмотрим Давай попробуем В тендер пригласим Именно То есть я когда И сначала То есть у меня Было очень много Во мне раздражения Потому что У меня была Вот такая иллюзия Что сейчас Что-то произойдет Сразу же Несколько месяцев Ничего не было То есть я участвовала В каких-то тендерах Я их проигрывала Они мне Ну надо дать должное Ребятам Что они меня очень поддерживали И мне все время Объясняли Как это работает Вот смотри Вот такой чувак Сейчас он там снимает Не знаю Для Бьорка Для Адидас Там прошло Там не знаю Десять месяцев Прежде чем он первый Там проект получил Или год И я такая Окей То есть я начинала Про это как-то узнавать От этого не легче Когда это с тобой происходит Когда сидишь И ждешь Море погоды Но тем не менее И дальше еще Очень важно Чтобы какой-то мэч Да произошел Чтобы был Какой-то подходящий Проект Под твой стиль Чтобы они еще В тебя и поверили Ну конечно Должно там Да Много чего сойтись Ну и как-то вот В общем просто Я первый Свой музыкальный клуб Выиграл Спустя 58 Тритментов Просто чтобы Да Это Ну то есть я думала Я сойду с ума В какой-то момент Да Но я продолжала Просто это делать Но сейчас Ну как бы Музыкальная индустрия Это отдельная вообще тема Сейчас я очень вообще Не хочу больше Не хочу это делать Это Ну просто Это реально Конвейер Какой-то Конвейер Именно вот этих Тритментов Ну в Англии По крайней мере Сейчас очень крутая Появилась инициатива Буквально Вот несколько дней назад Ребята Называются We Direct Music Видео Они объединили Там лейблы Там всяких Активистов Чтобы менять Что-то в индустрии Потому что это Полное безумие Лейблы Собирают Там десятки Предложений Да Просто вот как Конвейер такой У тебя абсолютно Нет ощущения Что они хотят С тобой поработать Именно с тобой Или нет И Часто там Они уже знают С кем они хотят На самом деле поработать Просто до кучи Собирают еще Ну в общем Это ужасно Для Именно Для режиссеров Это столько сил На это Ужасно В общем И поэтому пока Что-то не изменится Я прям Не хочу это делать И сейчас я пришла К выводу Что мне намного лучше Продолжать делать Свои проекты И предлагать точечно Просто Когда я Ну вот с кем Я реально хочу поработать Ну в общем Добиваться там встречи Добиваться контакта С конкретным там Музыкантом Или с конкретным лейблом А не Вот так вот Направо и налево Мне нравится Что в английском языке Есть такая фраза Spray and pray И вообще там Распыляй и молись И вот это вот Распыляй и молись Я вообще не могу Больше Ну на данном этапе Своей жизни По крайней мере Вот Это вот самое Такое было сложное Вот И потом потихонечку Тоже там Первая коммерция Которая у меня была Для почты Великобритании Вот Как-то Ну тоже Довольно крупный клиент На самом деле Ну вот им понравилось И они поверили И красивый Тритм Надо было Видимо Вот И дальше Как-то В общем Это уже С каждым проектом Этот цикл Он ускоряется Ускоряется То есть Тебе легче становится Выигрывать У тебя уже там В портфолио Есть классные бренды Вот я когда сделала Найк Например Там сейчас Я делаю Тритмент На фифа Ну то есть Это конечно Очень интересно Как это происходит Потому что Ты вдруг Что-то сделал И получается Что у тебя В портфолио Есть какой-то Тип проектов И дальше Как бы К ним Конечно Как магнитик Начинают Похожие проекты Прицепляться И это тоже Ну в общем Тут много Всяких тонкостей Мне кажется Об этом тоже Полезно задумываться Чтобы случайно Не уйти В какую-то сферу Которая тебе На самом деле Не нужна Просто случайно Когда ты за все Берешься У тебя там Первые пара проектов Случайным образом Получились Чтобы не вышло так Что это неконтролируемый Дальше какой-то Процесс Вот я сейчас Тоже над этим Стараюсь работать Чтобы все-таки Себя и свой стиль Внедрять В коммерцию Тебя уже знали И покупали Именно за Твой стиль За мой стиль Да, конечно Расскажи Про образовательную Историю свою Мне дико Заинтересовал Твой курс Я почитала Программу И мне кажется Что это просто Прекрасно И для Как раз Чтобы такой Получить буст Для творческого Человека Это прям Очень хорошо Составлена программа Слушай, я на самом деле Об этом задумывалась Достаточно давно Потому что Как раз Когда мы Выпустились Из Магистратуры Все Знаешь Начали там Встречаться В кафешках И Жаловаться друг другу На жизнь На тему того Что И что теперь Почему Нас не подготовили К выходу В этот Как бы Реальный мир Потому что Реально Никто Не рассказывал А как Условно Искать клиентов Как становиться Известной На рынке Как работают Агентства Как работают Журналы Как выставки Организовывать И как вообще В них участвовать В школе Не было вообще Ничего Вообще Там был Потрясающий уровень Именно Концептуальности И умения Работать над Своим портфолио Над проектами И ни слова Про реальный мир Так скажем Что дальше С этим делать И поэтому Наверное Своей школой Академии Мне очень Хотелось Дать ответ На вопрос Что дальше То есть Мы не учим Снимать Или мы не учим Рисовать Ничего подобного То есть Кто к нам Приходится Они уже Что-то умеют Делать Руками Головой И так далее Но мы отвечаем На вопрос Что дальше То есть Вы учите Применить И монетизировать Да То есть Мы учим Как дальше Это продвинуть Что люди делают То есть Они приходят И они Именно учатся Как продюсировать Большие проекты Я всех Очень сильно Мотивирую Что Ребят Вы не просто Узкий специалист Теперь Вы арт-директор Своих собственных Проектов И вот Например Евгения У нее как результат После курса Она все это сделала И у нее Первая ее публикация Сразу в Австрийском офисе Потому что Ну как бы Есть определенные инструменты И действительно Умение нормально Писать письма Есть понимание Что там Не надо бояться Что можно просто Грамотно Там Связываться с людьми Показывать свои работы И если они классные Если они соответствуют Ну нет Причин Да Чтобы не быть опубликованной И это меня Очень-очень вдохновляло И Сейчас вот Наш курс Который мы делаем Который называется На шаг впереди Он состоит из Пяти модулей Где мы учим Людей Именно переходить Вот С одной стороны Единичных Каких-то работ К проектам Чтобы все-таки Там громче О себе заявлять И делать какие-то Высказы Именно как авторам И дальше мы учим Там как продюсировать Как выставляться Как публиковаться В журналах Прокачивать свой инстаграм И мне вообще хочется Чтобы там О людях Которые там В этом зале Сидят Да Прекрасных Там русскоговорящих Творческих О специалистах Узнавали Во всем мире Слушай Мне кажется Это прекрасно Потому что Как раз Для начинающих Фотографов Как раз Сложнее всего Вот этот момент Хорошо Как мне себя Представить Как это делать Как написать Как оформить Своё портфолио Как собрать ПДФ Это куча вопросов И то что вы учите Это очень важно Потому что действительно В школах Ну не учат Учат придумывать идеи Снять красиво Мне кажется Это проблема То есть Я не понимаю Почему не учат Как раз Тому что всем интересно И в общем Тому что очень нужно И без чего Ты не можешь потом работать Расскажи пожалуйста Какие твои дальнейшие идеи Ты такая энергичная Мне кажется У тебя там Контонирует куча идей Просто интересно Что ты ещё Планируешь дальше делать У меня всё время Такими как спиралька Вот это развитие Мне кажется Происходит Сейчас я обратно Возвращаюсь к себе Как к художнику И вот я очень хочу Переосмыслить Этот проект Меланкулы Румз Его докрутить И прям сделать Супербомбу Вот здесь В России Где-то через год Наверное Это огромная будет работа Потому что я В современном искусстве Именно не очень разбираюсь Так скажем Поэтому мы с моим куратором Будем прям прорабатывать Она мне предложила Такой термин Как Феминистический сюрреализм Вот я такая Окей Мне нравится Звучит клёво Как вы думаете Но дальше За этим должно что-то стоять Это действительно Должно быть исследование Это должно быть Некое высказывание Буду над этим работать А потом Я ещё изучаю Экзистенциальный анализ Сейчас в Лондоне Как высшее образование Но я раньше думала Что я не буду Сдавать экзамены Сейчас я думаю Надо сдать экзамены Это безумно Меня всё интересует Но и в контексте материнства То есть То, что меня на данный момент Волнует Мне хочется тоже выражать Я хочу сейчас сделать Балет с беременными танцовщицами В общем Куча всяких идей Куча питчингов На коммерцию Я всё равно Не оставляю Не бросаю Слушай, а ты могла бы Как-то коротко Просто дать какой-то совет Начинающему фотографу Вот от тебя Очень важно понимать И разделять В каком-то смысле Особенно поначалу Деньги И творчество Потому что Мне кажется Что если вы даёте Финансовую нагрузку На творчество Бывает Очень сложно И вы уходите Не туда На долгие годы По крайней мере Опыт многих людей Это показывает Творчество Это такая сфера Где сложно Сразу же Начать зарабатывать Именно Твоим творчеством Да, ты можешь Пойти снимать свадьбы Детишечек Корпоративы Мы про это не говорим А вот сразу Сходу Вот так вот взять И начать зарабатывать Именно творческими проектами Это, ну, я не знаю Как у меня Это как бы Это было бы враньё Если бы я сказала Что да, вот сейчас Ты пойдёшь И сразу Там заработаешь Ты Нужно сначала поделать Эти проекты Как-то себе заявить Там построить Да, какую-то Хотя бы минимальную Систему там С Инстаграмом С публикацией Потому что тебе было Вообще Что показывать И да, через какое-то время Ты сможешь это сделать Это возможно Но как бы Не в первый день Скорее всего Это важно понимать Я с тобой абсолютно согласна Нужно работать Мне кажется В трёх направлениях Нужно заниматься Коммерцией Эдиториалами И творческими проектами Я понимаю Я понимаю, что это не так Просто сделать Это в целом Просто нужно много работать Да Не знаю Сейчас я просто зал Не очень хорошо вижу Из-за света Я не знаю Люди плачут уже Или нет Но если что Сейчас самое время Поплакать Да не На самом деле Чё плакать Как бы Куча есть реально Работающих инструментов И они действительно существуют И нужно просто брать Брать и делать Да Давайте перейдём к вопросам В чём вы сейчас Черпаете вдохновение Меня по-прежнему Безумно вдохновляет Психотерапия Психология Я даже у своего Психотерапевта Всё время с блокнотиком Сижу Очень сильно вдохновляет Сейчас Всё, что связано С компьютерной графикой С технологиями С футуризмом Мне очень интересна Виртуальная реальность Дополненная реальность Вот всякие такие вещи Вот А ещё Мне жутко нравится Вот эти диджитал инфлуенсеры Которые в этой диджитал модели Я буду делать 3D модель своего ребёнка Когда он родится И мне кажется Вот это прям будет Очень круто Мудборды Как вы составляете Вот те образы Которые у вас есть в голове Как вы их делаете Чтобы другому человеку Сразу было понятно О чём там идёт речь Ну то есть В любой презентации идеи Должна быть некая структура Это касается Вообще любых жанров Всегда есть Обзор Где вы пишите Что вы хотите Этим сказать И дальше Просто важно Чтобы это было Максимально визуально То есть Если там в плане Видео Например Я описываю Историю Должно быть ощущение Что они уже посмотрели Ролик Или посмотрели проект То есть Если вы там заметите Нет картинок Которые там Выбиваются Из этого визуального ряда Потому что Вот что я вижу Часто там У своих студентов Они делают Подборки Где там Одна картинка Вообще из одной Визуальной вселенной Другая вообще Из другой И ты не понимаешь Это что Это будет в ЧБ Или он хотел сказать Что просто ему реквизит Понравился на этой картинке То есть Если вы хотите Какой-то картинкой Сказать что-то конкретное Что например Вот это Не знаю Рука с ножкой Маленькой Это просто пример позы Но это не пример света Например Вы должны об этом написать Если это вдруг Выбилось Какие-то такие моменты То есть Человек смотрит И у него Создается уже в голове Визуальное впечатление О декорациях О свете О каждом Каждом элементе Это должно быть Все в абсолютно Едином Едином стиле Вот И дальше Давайте я еще Долистаю Есть ли у меня Здесь в этой презентации Да То есть дальше Вы делаете разделы Конкретные В данном случае Это видео Там кастинг Но фото Тоже есть кастинг Естественно И вы пишете Кто вам нужен И референсы Вставляете Есть раздел Всегда Локация Что за локация И вот так Вот по всем По всем пунктам Здесь просто Опять же Их там немного Потому что Это на ранней стадии Там презентация Делась Но в целом У вас там будут Разделы Там Мейкап Стайлинг Если у вас В истории Там есть ногти У вас будет Раздел Там ногти Волосы Там все 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 элементы Вашего проекта По каждому Вам нужен Мудборд То есть это Довольно Большая работа На самом деле Понятно Что когда вы Только начинаете Вы можете Сделать Просто Один Мудборд Чтобы показать Просто настроение Но дальше Вам обязательно Нужно Разрабатывать Вот именно По пунктикам Но плюс Заботиться Чтобы вся Презентация Тоже была В едином стиле И ничего Не выбивалось Спасибо Большое Спасибо Спасибо Спасибо